В Адыгее вынесен обвинительный приговор подозреваемой в серии мошеннических действий. Залумышленница входила в доверие именно к пожилым людям, после чего похищала все их сбережения. В конце сентября 2015 года в дежурную часть городской полиции поступило сразу несколько сообщений от местных жителей. Все потерпевшие утверждали, что путем обмана из-за употребления доверием у них похищены деньги в сумме от 30 до 120 тысяч рублей. Я когда зашла в комнату, меня все так затрусило. Я же это аферистка была. Кому ты деньги отдал? Сколько ты отдал денег? Почему ты не посоветовался со мной? Оперативники пришли к выводу, что к совершению этих преступлений может быть причастна одна и та же женщина. Ее личность была установлена, а операцию по задержанию полицейские провели в городе Краснодаре. Следствием также установлена ее причастность к трем эпизодам преступной деятельности. Общая сумма ущерба около 190 тысяч рублей. Рассмотрев материал уголовного дела, Майкопский городской суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселения. Продолжаем выпуск. Глава Адыге Аслан Хакушинова объявил благодарность жительнице Геогинского района Юлии Козловой. Ее бдительность позволила полицейским по горячим следам задержать группу подозреваемых в сбытии фальшивых денег. Подробности в материале Вадима Агаркова. В декабре 2015 года в один из магазинов столицы Дондуковской зашел мужчина, который попытался расплатиться за товар пятитысячной банкнотой. Продавец отказалась принимать подозрительную, по ее мнению, купюру и сразу же после ухода посетителя позвонила участковому уполномоченному полиции. Я беру ее в руки, проверяю по номерам, как у нас положено, так как аппарата нет. Я подзываю свою напарницу и говорю, что не проходит. Она говорит, что она у вас фальшивая. Уже через считанные минуты по указанному адресу прибыл и сам участковый, и сотрудники следственно-оперативной группы. Заявительница смогла подробно описать внешность клиента, который пытался рассчитаться банкнотой крупного номинала. Ориентировки на данного мужчину и автомобиль, на котором он передвигался, были переданы всем нарядам полиции. Вскоре машина, подходящая под описание продавца, была остановлена сотрудниками ГИБДД МВД Падыгей. Находившихся в ней граждан задержали. У двоих жителей Ставропольского края, которым 35 и 37 лет, был обнаружен пакет, в котором находилось более 25-тысячных банкнот, имеющих признаки подделки. В этот день задержанные успели сбыть фальшивки в нескольких районах Адыгеи. По данным фактам были возбуждены уголовные дела, а подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. За оказанное содействие органов внутренних дел Аслан Хакушинов объявил Юлии Козловой благодарность и пожелал всегда относиться к работе с такой же бдительностью и внимательностью. Вадим Агарков, Вячеслав Коробков, Сергей Елизаров. Программа Вести. Дежурная часть.